МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Вам решать. 8 саровских проектов получат региональное финансирование. Марш парков в городская дума вышли на субботник. Кожный мяч в Сарой прошел муниципальный этап всероссийских соревнований. Далее расскажем по всем подробно. 8 инициативных проектов саровчан получат региональную поддержку. Министерство внутренней политики Нижегородской области подвели итоги традиционного ежегодного конкурса «Вам решать». Проекты победитель теперь профинансируют из муниципального и регионального бюджетов. Какие проекты реализуют в Сарове, расскажем в следующем репортаже. Губернаторский проект и инициативное бюджетирование «Вам решать» хорошо знаком саровчанам. Благодаря ему в прошлом году в младежном центре появилась спортивная площадка. В нескольких дворах Сарова установили новые спортивные игровые площадки, устроили освещение. А в этом году инициативные группы вновь выдвинули свои предложения на конкурс. Из 20 предложенных проектов 8 победили в онлайн-голосовании. Один проект, тот, который уже был в прошлом году. Устройство уширения проезда и ремонт проезда по улице Семашка-10. Благоустройство дворовой территории Ленина-Пионерская, уголок. Там будет водоотвод сделан, проблемный вопрос старый. И устройство хозяйственных площадок, площадок для отдыха в дворе. Улица Юности-5-3 и 5-4. Ремонт благоустройства дворовой территории, замена малых форм и устройство покрытий. Такие же работы будут проводить и на Северном переулке, рядом с домом номер 3. На Казамазово-9 сделают наружное освещение и пантус на лестнице во дворе. Также победили три проекта от учреждений. Теперь на территории молодежного центра появится летний кинотеатр под открытым небом. Рядом с Клубом здоровья площадка для исторической реконструкции, а на Икаре отремонтируют скейт-площадку. Общая сумма по этим проектам 26,5 миллионов рублей. Самый дорогостоящий проект – это по Северному, там 5 миллионов. И у молодежного центра тоже дорогой проект, потому что там оборудование, шатер, уличный кинотеатр. В том числе из-за высокой стоимости проекты, которые не прошли конкурсный отбор, реализовать своими силами будет сложно. На благоустройство каждого округа выделяют в год только 500 тысяч. Сделать работы, которые стоят значительно дороже, за счет только одного местного бюджета сложно. Проекты, которые не прошли конкурсный отбор в этом году, можно заявить на участие в программе «Вам решать» в следующем. Мы призываем вас на будущее активно участвовать в онлайн-голосовании. Это основной критерий, который дает возможность сделать наш город лучше, благоустроенней, нарядней и удобней. В ближайшее время пройдет конкурс. Определят подрядчиков и заключат с ними муниципальные контракты. Сделать все проекты победители планируют до конца октября. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Электронный реестр военнообязанных начнет полноценную работу в 2025 году. Его начнут вводить в эксплуатацию с 1 июля по 31 декабря этого года. Однако Министерство обороны, согласно закону проекта, должно начать полноценную эксплуатацию реестра лишь с 1 января 2025 года. Новый реестр воинского учета будет содержать 25 полей с данными о человеке, включая его паспортные данные, ЭНН, телефон, сведения об учебе, работе, судимости, состоянии здоровья. База данных будет обновляться автоматически в режиме реального времени. По словам представителей Комитета Госдумы по обороне, создание единой базы позволит минимизировать количество вызовов военкомат для уточнения данных воинского учета. Систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Напомним, президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ вводит электронные повестки, которые можно будет отправить в личный кабинет военнообязанного на портале госуслуг, а также новые ограничения для уклонистов. Электронные повестки призывникам начали рассылать уже в этот весенний призыв, но пока в тестовом режиме. На этапе тестирования такие повестки будут дублироваться традиционными способами и не будут иметь юридической силы, пояснили в ведомстве. В Сарове открыли мемориальную доску испытателю Вячеслава Липшева. Напомним, сотрудник Рафиатсвнеев, кавалер Ордена Мужества, погиб 8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области. Таким образом, испытатели, выпускнику первой школы отдали дань памяти и уважения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С инвалидностью предоставляют 4 дополнительных оплачиваемых выходные дня каждый месяц. Их можно взять подряд, либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц. Предстоящее лето на европейской части России должно быть теплым, а самым жарким месяцем станет июль. Такой прогноз делает гидрометцентр России. Температура летом будет около или выше нормы. Возможно, положительная аномалия температуры. А вот в южных и умеренных широтах, приморских городах ожидается, что самый жаркий месяц будет август. Детская музыкальная школа имени Балакирева набирает учеников на новый учебный год. Детей приглашают обучаться на бесплатные предпрофессиональные программы. Можно выбрать игру на музыкальных инструментах. Фортепиано, скрипки, виолончели, флейти, кларнете, саксофоне, трубе, тромбоне, аккордеонные балалайки, домре, либо хоровое пение. Возраст детей с 6 лет и 6 месяцев до 12 лет. Телефон для справок 9-81-87 и 9-81-88. Заявление можно подать онлайн на dmsh.sarov.rf Акция «Марш парков» в Сарове продолжается. Накануне Дня Победы к ней присоединились депутаты, сотрудники аппарата Городской думы и контрольно-счетной палаты. На трапе здоровья они провели субботник. Мужчины установили столбы, на которых обозначили метраж. Чтобы гуляя, люди могли понять, сколько они прошли метров. Женщине досталась уборка мусора вдоль дороги. Собрали достаточно много, несколько мешков мусора. Провели, на мой взгляд, очень благое дело. Чистота, чистый лес – это залог нашего здоровья. Здесь, надеемся, будет очень хорошо гулять, заниматься пробежками. Сам здесь регулярно бегаю, катаюсь на велосипеде. Поэтому, мне кажется, вообще общее дело сближает и сплачивает любой коллектив. Напомним, что сейчас идет голосование в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Саровчане могут выбрать один из объектов благоустройства – тропу здоровья или пруд Боровое. Отдать свой голос за одну из предложенных территорий можно на сайте fkgs.golosza.ru. Саровские водители продолжают садиться за руль в состоянии опьянения. В среднем каждую неделю сотрудники ГИБДД выявляют о трех до шести пьяных. Часто помогают в этом граждане, которые сообщают о нетрезвых водителях в дежурную часть. С мая за такие сообщения будут выплачивать премии. На прошлой неделе у дома 14 по проспекту Музруково водитель Hyundai наехал на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил повреждение – перелом пальца на стопе. Врачи осмотрели пострадавшую, оказали необходимую помощь и отпустили домой. В отношении родителей также был составлен административный материал по статье 5.35. Это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Пока дело находится у нас в производстве у дознавателя. Также сотрудники ГИБДД задержали нескольких водителей, в машинах которых обнаружили наркотические вещества. Находки отправили на экспертизу. С 21 апреля вступило в законную силу постановление о вознаграждении граждан за информацию о пьяных водителях на дорогах. По Нижегородской области сумма вознаграждения за подтвержденный факт о правонарушении составляет 2000 рублей. Если вы заметили неадекватное поведение водителя, необходимо позвонить по линии 112 или в дежурную часть по телефону 605-22 и сообщить марку и модель автомобиля, номер, если запомнили, а также направление движения машины. Весомый процент, большой вклад и граждане наши вносят в том, что выявляются водители состояния опьянения на улице города. И были такие факты, что сами граждане задерживали, то есть внутри дворовой территории сообщали о дежурной части, уже потом на место выезжали у нас инспектора ДПС. В этом году где-то 4-5 фактов вот так вот было. За время праздничных дней ДТП на дорогах города не произошли. С 5 по 9 мая выявили 7 водителей в состоянии опьянения. Из них двоих задержали по статье за повторное нарушение. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Сарове прошел муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч». За победу боролись команды нескольких школ и центров внешкольной работы. Подробности далее. Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» проходят в нашей стране ежегодно с 60-х годов прошлого века. В Сарове в этом году на турнир заявились несколько команд из разных школ города и центров внешкольной работы. В одном из последних матчей за победу боролись 17-я школа и футбольный клуб «Мечта». Сыграли хорошо. Было довольно много голов. Была очень хорошая игра. Одна из лучших. Секрет успеха в том, что мы дружим, и наша дружба, она выполняется в игре. Команде 17-й школы удалось забить ворота «Мечты» больше десятка голов, в ответ получив только один мяч. Чуть подкачала защита с левой стороны. Было много моментов забить. Команда такая попалась не очень собранная. Получалось в каких-то моментах плохо сыграть, а в каких-то и хорошо. Я забил 7 мячей в этом матче, но я бы сказала, что могли бы забить и больше. Без поражения не бывает побед. Команды встречались уже два раза, и в первый раз спортивная удача была на стороне мечты. Поражение заставило игроков 17-й школы пересмотреть стратегию, провести работу над ошибками и отыграться. На прошлой неделе мы проиграли первому составу мечте, но потом исправились и выиграли второй состав этой же команды с большим счетом. Цель кожного мяча в первую очередь – популяризировать футбол, привлечь в этот спорт детей, оторвать их от гаджетов. Турнир дает возможность показать себя как опытным игрокам, так и тем, кто делает первые шаги в этом виде спорта. Я не футболист, я как бы не играю. Это моя первая игра вообще в футболе, в матчах таких. Я любитель. Ну расскажи о впечатлениях, каково это, играть в таком уже довольно серьезном. Ну вот, понравилось очень сильно. Наверное, в будущем, может быть, буду еще футболом заниматься. Муниципальный этап кожного мяча закончился. Команда-победитель в каждой возрастной группе поедет на областные соревнования. Они пройдут в мае в Арзамасе. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Экспресс-консультации и лекции от хирурга, косметолога, дерматовенеролога и онколога. Мастер-классы для детей, приятные подарки и сюрпризы. Программа «Дни открытых дверей» клиники «Красота и здоровье» была насыщенной и познавательной. Со специалистами клиники и предоставляемыми услугами познакомилась и наша съемочная группа. Быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации. Знать, как правильно наклеить пластырь на ранку или перебинтовать руку. Что делать при переломе и по каким признакам определить, что это действительно перелом. Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для детей провели на «Дни открытых дверей» в клинике «Красота и здоровье». Ребят не только познакомились с теорией, но и показали, как применить полученные знания на практике. Без сложных терминов и долгих лекций. Занятие получилось динамичным и легким. А на память о встрече у ребят останутся забавные фотографии. Для головы надо сначала обвязать голову, а потом с помощью этой повязки продолжать обвязывать голову. Мне очень понравился мастер-класс по оказанию первой помощи. Мне очень понравилось смотреть, как накладываются шины. Теперь я знаю, как оказать себе первую помощь, если порезалась и что-нибудь сломала. Немало сюрпризов клиника приготовила и для родителей. Своим гостям врачи провели серию познавательных лекций. Хирург рассказал о бытовых травмах, подстерегающих в привычных для нас местах. Объяснил, как лечить ожоги, укусы пчел, осы клещей, травмы и порезы. Дермат-венеролог поделился секретами спасения кожи от ультрафиолетового излучения, солнечных ожогов и преждевременного старения. А врач-онколог ответил на все волнующие вопросы слушателей о родинках. У каждого гостя была возможность задать волнующий вопрос любому доктору. У нас обязательно в каждой лекции были ответы на вопросы. Вопросов было очень много. Я, насколько знаю, у хирургов было больше всего вопросов. И я заглядывала, у них прям такая беседа оживленная была. Люди выходили очень довольны, говорили, что прям им очень-очень все понравилось. И обязательно запишутся уже на консультации к нашим специалистам. Личный прием проводили врачи-дерматовенеролог, онколог, хирург и косметолог в формате экспресс-консультации. Это 10-15-минутный прием, во время которого пациент может рассказать о своей проблеме специалисту, задать все интересующие вопросы и решить, готов ли он в дальнейшем доверить свое здоровье этому врачу. Также специалисты клиники помогали подобрать соровчанкам средства для домашнего ухода. Приобрести их можно было сразу. В клинике представлен богатый ассортимент качественной и проверенной уходовой косметики. Очень понравилась организация вообще всего вот этого мероприятия. Был и стол небольшой такой, достаточно вкусный и полезный при этом. Для детей был организован мастер-класс, в котором дочка приняла участие, что очень тоже понравилось. И в целом достаточно благоприятная обстановка здесь. И, конечно, хочется сюда приходить снова. В этот день клиника приготовила своим гостям подарки. Маленький приз можно было вытащить в лототроне с беспроигрышной лотереей. В конце дня в группе ВКонтакте провели розыгрыш сертификатов и подарочного набора. Узнать больше об услугах клиники «Красота и здоровье» можно по телефону 8-987-747-0205 или в группе в социальных сетях. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!